Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Можно сказать, что на лучшем техническом канале у нас уже 120 000 подписчиков. Помните, что в «АвтоСтронг-М» отличные цены, качественные запчасти, отличный сервис и быстрая доставка. Не забывайте, что в Беларуси, в нашем гипермаркете запчастей, вы можете воспользоваться картами рассрочки, картой «Халва» от МТБанка и картой покупок от Белгазпромбанка. Сегодня мы разберем прекрасный автомат 6HP21. Шестиступенчатая гидромеханическая АКПП ZT в серии 6HP появилась в 2000 году и стала первой в своем роде. Мы уже рассказывали о ранней версии коробки 6HP26, которая была создана для установки с более мощными двигателями. В 2006 году эти коробки обновили. Мы будем рассматривать обновленную 6HP21, снятую с BMW 520D E60 2008 года. Коробка 6HP21 широко применялась на автомобилях BMW с объемом двигателя от 2 до 3 литров. Также она ставилась на Jaguar XF. На автомобиле Audi устанавливалась модифицированная 6HP19 под индексом 0.9L. Больше всего изменений в этой коробке пережил мехатроник. Напомним, что мехатроник – это блок, который совмещает гидравлику и управляющую электронику. Он находится в поддоне коробки. Обновление мехатроника понадобилось для ускорения и без того очень быстрой коробки. Дело в том, что коробка 6HP21 переключала фрикционы внахлёст. То есть, когда она переключала следующую передачу, не дожидалась, когда окончательно разомкнутся фрикционы предыдущей передачи. Новая же коробка 6HP21 не дожидалась в некоторых режимах, когда скорости входного и выходного вала уравняются. Разумеется, чтобы коробка раньше времени не убила себя сама, фрикционы здесь работают в режиме скольжения. В таком режиме коробка очень быстро переключает передачи. Особенно это заметно в спортивном режиме, когда вы давите тапку в пол. Но, естественно, в таком режиме очень быстро сокращается ресурс коробки. В целом, конструкции коробок 6HP21, её предшественника 6HP19 и коробки 6HP28 и её предшественника 6HP26 практически одинаковы. Пять пакетов фрикционов. За передаточные числа отвечает планетарный редуктор и также планетарный редуктор лепелитира. Лепелитира, как кому больше нравится. В обновлённой 6HP21 8 либо 9 соленоидов. Дополнительный соленоид отвечает за включение парковочного режима. В целом, блок соленоидов и порядок их работы в обновлённой коробке другие. При размеренной эксплуатации без отжигов и каких-то резких стартов эта коробка может пройти и 300 тысяч километров. Чтобы она прошла эти 300 тысяч километров и более, за ней надо следить. То есть следить за охлаждением, вовремя менять трансмиссионную жидкость и вовремя менять некоторые пластиковые недолговечные расходники. Чаще всего автомат 6HP21 попадает на ремонт из-за муфты блокировки гидротрансформатора. Дело в том, что здесь муфта интенсивно работает на всех передачах. Компьютер следит за скольжением и за полной блокировкой. Естественно, муфта блокировки изнашивается и фрикционный материал попадает в масло и засоряет его. Муфта блокировки гидротрансформатора здесь не из пропитанной бумаги, а из графитового состава. Да, этот состав лучше работает при нагрузках, но при износе его пыль очень липкая и забивает все уголки гидроблока. Плюс мешает корректной работе золотников и также засоряет сетки соленоидов. При износе муфты гидротрансформатора возрастает расход топлива, отклики на газ становятся вялыми. Также возможна пробуксовка при нагрузках. То есть, когда вы едете по трассе либо в гору, обороты начинают плавать. Если фрикционный материал совсем не держит, то возникает ошибка 1721. Сильно пробуксовывающая муфта гидротрансформатора перегревает масло. Замена масла существенно продлевает жизнь автомату 6HP21. Замена масла помогает избавиться от значительной части фрикционной пыли. Но если гидротрансформатор не в порядке, он нагонит этой пыли еще. Для данной коробки нужно масло типа Dextran 4, но существует много смазочных материалов под автомобильными брендами, а также от производителей смазок. Менять масло в данной коробке надо каждые 50 или 70 тысяч километров в зависимости от агрессивности вашей езды. Также не лишним будет проводить ТО каждые 150 тысяч километров. В ходе ТО следует поменять втулки и переходник мехатроника, по которым масло циркулирует от маслонасоса к фрикционам. Дело в том, что пластиковые детали очень плохо переносят горячее масло. То есть втулки коробятся летом, а переходник очки трескается зимой из-за перепада температур. Даже вот эту втулку адаптер электрического разъема следует менять каждые 100-120 тысяч километров, потому что рано или поздно она потечет. Также следует превентивно отправлять в ремонт и гидротрансформатор. Вот такие меры помогут вам избежать очень больших затрат на ремонт данной коробки. Вводная часть закончена, а теперь мастер, который разберет любой автомат с закрытыми глазами. Встречаем, человек-коробка Сергей. Привет. И мы начинаем нашу разборочку. Для автомобилей BMW из-за их низкой посадки была уменьшена высота поддона благодаря тому, что фильтр находится в поддоне. То есть, замена фильтра – это замена поддона. В гидроблоке 9 соленоидов. Они отвечают за подачу масла, а также за регулировку давления в коробке. Как и в коробке предшественницы, соленоиды здесь двух типов. Одни по умолчанию открыты, другие по умолчанию закрыты. Если говорить простым языком, то открыты либо закрыты их клапаны. Здесь гидроблок у нас последней модификации, 9 соленоидов и золотник, который отвечает за переключение режима в коробке, управляется электроникой. Каждый соленоид выполняет одну функцию – управление определенным пакетом фрикционов, а также управление муфтой гидротрансформатора. Соленоиды выходят из строя из-за большого количества мусора в масле, а также из-за очень агрессивной езды. При регулярной замене масла соленоиды, клапаны, гидравлические клапаны служат долго, потому что не испытывают абразивного износа. Если проблемы с соленоидами, то тогда мы получаем толчки при переключении передач. Это позиционер, он отслеживает выбранный режим трансмиссии. Так вот, он магнитный и на него, как мы видим, уже налипли продукты металлические износа. Так вот, если этот магнит сильно загрязняется, то тогда позиционер уже не видит, какой режим коробки выбран. Гидроблок здесь состоит из двух половин. Между этими половинами есть вот такая сепараторная пластина. Вот этот рисунок – это герметик, который повторяет рисунок стенок канала гидроблока. Так вот, он протирается, и тогда давление из гидроблока убегает. И мы получаем неадекватную работу трансмиссии, то есть пинки и так далее. В данном блоке есть семь гидроаккумуляторов. Так вот, толчки коробки мы можем получить из-за износа демпферов резиновых гидроаккумуляторов. Смотрите, что происходит с демпферами. Вот это более-менее нормальный демпфер, потому что он выглядит как грибок, а в идеальном состоянии у него сферическая форма. Вот это расплющенный демпфер, то есть при таком демпфере коробка будет работать некорректно. Вот те самые расходники, которые надо менять при ТО. Пластиковые очки, которые трескаются из-за перепада температур, а через них идет очень большое количество масла. И вот эти резиновые втулочки, которые со временем дубеют и пропускают масло. А по ним смоделированное давление масло идет фрикционом. В статоре маслонасоса находится втулочка, и она подвержена износу из-за нагрузок и вибраций. Кстати, у нас уже она изношена, и эта втулка является единственной опорой входного вала и барабана 4, 5, 6 передачи. Ну и обратим внимание, чем свежее коробка, тем мощнее экономия. Здесь уплотнительные кольца не тефлоновые, а пластиковые. Осматриваем фрикционы. Это фрикционы с муфты E. Они участвуют во включении 4, 5 и 6 передач. Они изношены, но очень подозрительно, потому что они явно не горели, но износ у них абразивный, неравномерный. А вот это фрикционы муфты A, которые участвуют в переключении передач с первой по четвертую. Здесь у нас другая ситуация. Вопросов к этим фрикционам нет. По железу это барабан муфты E, и он чаще всего нуждается в замене, потому что из-за больших нагрузок трескается в местах штамповки. В корпусе сцепления A находится передний планетарный редуктор. Его функция простая. На одной из двух скоростей направлять крутящий момент дальше по коробке. Коротко, статор у нас в отличном состоянии и маслонасос у нас тоже в отличном состоянии. Хотя если бублик хреновый, маслонасос можно упилить. Бублик гонит стружку и перегретое масло. Но вот эти прекрасные детали вы можете купить в «АвтоСтронг-М». Вот это корпус сцепления B. Отвечает за включение третьей, пятой и задней передачи. По сцеплению здесь все очень даже неплохо. Здесь есть две втулочки спереди и сзади, и они страдают от высоких нагрузок и грязного масла, и изнашиваются. В данном случае у нас уже виден износ. Это центральный суппорт, он же корпус сцепления C и D, и участвует во включении второй и шестой передачи. По фрикционам у нас здесь все в отличном состоянии. Напомним, что вот эти стальные диски находятся в зацеплении с неподвижным корпусом сцепления. Значит, это тормозы, а не движущиеся муфты. Вот это планетарный редуктор лепилитира, либо лепилити, как кому нравится. Вот это солнечная шестерня. Сам планетарный редуктор состоит из двух планетарных редукторов, которые соединены каким-то хитрым образом. И Серёга нам до сих пор не может объяснить, как эта хрень работает. Что? Разборка закончена, и сегодня мы разобрали действительно удачный, конструктивно надежный и толковый автомат. Серёга, как продлить ему жизнь? Чтобы продлить жизнь данной трансмиссии, надо менять не реже 60 тысяч масла, менять расходники пластиковые и резиновые уплотнители. В принципе, эта трансмиссия будет вас очень долго радовать. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг» 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 «АвтоСтронг»